Это Громадская на русском. Сегодня говорим о политическом преследовании посредством Интерпола. На связи с нами один из основателей движения «Демократический выбор Казахстана» Мухтар Аблязов. Мухтар, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Мухтар, расскажите, при каких обстоятельствах вам пришлось покинуть Казахстан и почему вы оказались в списках Интерпола? Я уехал в 2009 году, в конце января. Дело в том, что я узнал, что предполагается захват моего банка по политическим мотивам. Назарбаев требовал, чтобы я отдал 50% доли своего банка, его личную собственность. Во-первых. Во-вторых, он таким образом хотел меня контролировать, чтобы я не финансировал оппозиционные силы страны, не занимался политической деятельностью. И буквально за несколько дней я узнал, что предполагается захват моего банка и соответствующий арест с обвинением в экономических преступлениях. Я успел покинуть Казахстан и уехал жить в Лондон. Это было в 2009 году. Ну, собственно, я там несколько лет занимался публичной активной политической деятельностью, поддерживал различные оппозиционные силы, партии оппозиционные. Но у нас, конечно, не такая ситуация, как в Украине, когда оппозиционные партии могут свободно работать, создавать штабы, функционировать. В Казахстане совершенно другая ситуация. Фактически любые оппозиционные силы подвергаются гонениям, преследованиям, нападениям со стороны спецслужб. Руководитель сражает в тюрьму. И поэтому наша борьба происходила в очень сложных условиях. И в итоге все дело закончилось тем, что 31 июля 2013 года по запросу Интерпола, который был организован Казахстаном, и запрос сделали три страны, Казахстан, Россия и Украина, я был задержан 31 июля на юге Франции по запросу, в первую очередь, Украины, которая искусственно сфабриковала уголовное дело, сделала запрос во Францию о моей их традиции. Это было в период, когда страной руководил Янукович. Вот, собственно, тогда произошел мой арест, существует определенная процедура, когда приходит запрос по линии Интерпола, полицейские задерживают, после этого приходят документы, суд начинает рассматривать. В общем, эта процедура длилась несколько лет. И больше трех лет, почти три с половиной года я находился во французской тюрьме, ожидая решения по экстрадиции. Ну и, собственно, 9 декабря 2016 года я был выпущен, и Высший административный суд Франции принял решение, что за преследованием стоит Казахстан, что это политическое преследование, а Украина, Россия используется Казахстаном, и фактически Украина, Россия злоупотребляет тем, что они являются участниками Международной конвенции. Вот, собственно, вся история, если коротко я ее озвучу. В чем Вас формально обвиняли? Каждая страна, Казахстан, Россия, Украина, значит, обвинение у них было основное, это экономическое. Если говорить о Украине, то якобы я там какие-то совершил нарушения, нарушение, хотя Украина там в итоге в самом запросе четко пишет, что ущерб нанесен Казахстан, да, бам, спрашивается, при чем здесь была Украина. Но при этом пропаганда Казахстана и, собственно, и Украины везде писала, вот там он нанес ущерб, ограбил, значит, представители, юристы Казахстана, Ильяша и партнеры везде распространяют в средствах массовой информации Украины ложь о том, что якобы я нанес ущерб Украине, хотя и, кроме того, сами документы показывают, четко подписаны прокуратурой, что Украина к этому никакого отношения не имеет. Вот, и Казахстан сначала мне предъявлял иск, что 4 миллиарда, потом 6, а когда я вышел из тюрьмы, она стала 7 миллиардов, 7,5 точнее, а затем в июне они приняли, это был заочный суд, меня судили заочно на 20 лет, это после того, как больше, чем 8 лет назад я уехал, они провели заочный суд, и вообще сумму объявили, ту, которую я должен, 60 миллиардов долларов, при том, что все кредиты банка порядка 15 миллиардов долларов. Ну, что называется, нет предела грубости вот этой пропаганды. Вот, и Россия, и Украина действовали совместно с казахской стороной. Казалось бы, две страны находятся в состоянии практически войны, взаимные санкции и все прочее, но вот именно взаимодействие по моему преследованию было удивительно согласовано со стороны прокуратуры, как Украины, так и со стороны прокуратуры России. Такая, знаете, какая-то любовь, вот, нечеловеческая. Вот, собственно, вот так обстояло дело. После того, как вас выпустили, вы все равно оставались в списках Интерпола, как я понимаю? Я оставался в списках Интерпола какое-то время, но при этом Интерпол тоже интересную позицию занял. Скажем, преследовался не только я, а довольно большое количество людей, которые со мной работали как в оппозиции, так и, собственно, в самом банке, и Интерпол последовательно всех снимал с розыска, при этом формировки были такие. В связи с тем, что господин Аблязов является политическим деятелем, преследуется казахскими властями по политическим обстоятельствам, значит, и, соответственно, такая формировка, мои соратники и товарищи по бизнесу освобождались от преследования и, собственно, поиска со стороны Интерпола, а я висел. Вообще была уникальная ситуация, то есть всех освобождают из прозыска Интерпола, ссылаясь на меня, а я сам находился в списке Интерпола. Ну, собственно, тем не менее, при этом Интерпол окончательное решение принял, я получил формировки, которые меня вполне удовлетворяют, которые совпадают с решениями высшего административного суда Франции. Что для этого потребовалось, чтобы быть исключенным из списков Интерпола? Что потребовалось? Ну, во-первых, сначала нужно было получить самое главное, наверное, решение высшего административного суда Франции, потому что Интерпол, на самом деле, имея тысячу доказательств о том, что я являюсь политически преследуемым, еще когда в начале 2000-х годов я занимался политической деятельностью, было решение, резолюция Европарламента, в котором четко было озвучено, что я политически преследуемый человек. То есть еще в далеком 2003 году. И более того, все правозащитные международные организации объявили, что я являюсь политическим узником и политическим преследованием. К сожалению, Интерпол, структура, в которой присутствуют самые различные страны, в том числе диктаторские, стал использоваться как инструмент преследования политических фигур или преследования вообще, скажем, не связанных с уголовным преследованием, а именно когда те или иные страны фактически осуществляют монтаж и фабрикацию уголовного дела. Поэтому, если говорить, что нужно, то, скажем, в моем случае нужно было очень много усилий, огромное количество усилий, чтобы фактически Интерпол должен был сделать то, что он должен был сделать сразу. А более того, он не должен был вообще, мне оборудово, заставить, сразу отказывать Казахстану, Украине, России, говорить, что это политическое преследование, потому что я жил в Лондоне с 2009 года практически три года. И якобы Украина и Казахстан еще в 2010 году делали запрос, включая Россию, но при этом я жил свободно, меня никто не беспокоил, полиция Англии мне единственное предупреждала, что на меня готовится покушение, убийство или похищение. Собственно, почему я в конце концов уехал из Англии. И все запросы со стороны Интерпола, английская судебная система и, собственно, полиции, они полностью игнорировали. И почему это не сделала Франция, это отдельный предмет исследования. Это был шел четкий лоббизм. Здесь бывший глава внешней разведки Скворсени был задержан. И сейчас против него уголовное дело возбуждено. Он обвиняется в том, что в том числе участвовал, лоббировал интересы Казахстана по преследованию меня. И в этом преследовании очень много сильных структур лоббистских участвовало, в том числе бывший премьер-министр Англии Тони Блэр и много-много известных политических фигур. Поэтому в моем случае для Интерпола что нужно сделать? Вопрос такой сложный и глобальный. Хотя, я думаю, что достаточно для того, чтобы есть политические мотивации, чтобы Интерпол не применял, скажем, свои возможности по поиску того или иного человека. В моем случае все было сложнее. Пока вы находились в списках Интерпола, в базе данных Интерпола, какие у вас были проблемы? То есть, как вам это мешало? Знаете, я даже не знал, что я нахожусь в списке Интерпола до своего ареста. Я узнал о том, что я в списке Интерпола через несколько лет после того, как фактически это произошло. То есть, мне сказали, что Украина где-то в 2010 году поставила мне розыск. Собственно, и Россия, и Украина, и Казахстан. Все три страны одновременно сделали запрос по валению Интерпола на розыск. Я об этом даже не знал. Я свободно перемещался по европейским странам и не предполагал, что все произошло вот так, неожиданно. А после того, как вас выпустили, я как понимаю, вас же не снимали все равно, да, из базы розыска Интерпола. Вы все равно в ней находились. Да, они не снимали. Проносило ли вам это? Меня не снимали, но я не мог покинуть территорию Франции, потому что я, соответственно, отдал документы на получение статуса на постоянное проживание на территории Франции. И я был без требований документов. То есть, я не мог кидать территорию Франции без получения этих документов. Поэтому, собственно, мне это ничем не угрожало, пока я ходил на территории Франции. А если бы я покинул территорию Франции, то, конечно, бы в другой стороне опять бы началась процедура задержания, экстрадиции и все прочее. Поэтому после того, как меня сняли, у меня этих проблем нет. А до этого могли такие проблемы быть. Большое спасибо. С нами на связи был один из основателей движения «Демократический выбор Казахстана» Мухтар Аблязов. Демократический выбор Казахстана Мухтар Аблязов. Продолжение следует... Продолжение следует...